Здравствуйте! Вы смотрите интервью по существу в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Вениамин Иванович, Здравствуйте! Вениамин Иванович, заканчивается лето. Казалось бы, пожароопасный сезон подходит к концу. Вот какие можно итоги подвести? Вроде бы лето заканчивается, но тем не менее пожароопасность существует каждодневно. Любое время года, любое время суток. На сегодняшний день по республике зарегистрировано 667 пожаров. Это на 31 пожар меньше по сравнению с прошлым годом на аналогичную дату, то есть где-то в пределах 4,5 процентов. Но это не говорит о том, что у нас все хорошо, все прекрасно и самоуспокоенность. Проблема остается. Проблема остается. Остается по той причине еще, что у нас количество погибших на пожарах по сравнению с прошлым годом увеличилось. Нынче уже мы потеряли на пожарах 59 человек. В прошлом году было 53. То есть на 6 человек больше 11,3 процента. Юрий Иванович, но ведь лето было не таким жарким. То есть получается, в основном пожары носят социальный характер, наверное, да? Это невнимательность людей, неосторожное обращение с огнем, может быть, даже курение в нетрезвом виде, да? Это уже вот как раз мы переходим от общего фона, от общего количества пожаров на причины. К сожалению, в основной массе своей пожары несут фактор человеческий. Потому что самое большое количество пожаров – это неосторожное обращение с огнем. Но неосторожное обращение с огнем – это прежде всего курение. Курение в нетрезвом состоянии. На сегодня 210 пожаров из-за этой причины. Третья часть? Третья часть пожаров именно неосторожная. Здесь 100% человеческий фактор. Следующая причина – это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Здесь тоже абсолютно человеческий фактор. Но здесь, конечно, особенно страдает сельская местность, когда у нас электропроводка годов 70-х прошлого века, когда все это было установлено. А сейчас количество электробитовых приборов и, соответственно, мощность, и нагрузка на эти сети резко увеличилась, и система не выдерживает, сеть не выдерживает. Происходит замыкание, происходит возгорание. Это вторая причина. И третья причина – это проблема нарушения правил эксплуатации печей. Это здесь, конечно, больше бани. В зимнее время их больше, но в летнее время тоже. Практически каждую пятницу, субботу нет-нет. Да, у нас по этой причине возникает пожар. Поэтому в основной массе мы сами виноваты, именно мы сами, жители, виноваты в возникновении этих пожаров. Но с проводкой и с печами, наверное, все-таки тут надо как-то местным органам власти профилактику проводить. Говорить людям, проверьте вашу электропроводку. Хотя везде нужна профилактика. Профилактика нужна, конечно, она каждонемна. В принципе, система управления Гошпошнадзора Чувашской республики, она в этом направлении работает в каждом муниципальном образовании. Ходит, смотрит, проверяет, подсказывает. Но здесь, во-первых, мы сами должны, но и власть на местах, особенно по социально незащищенным категориям граждан. У нас много одиноко проживающих пожилых людей, престарелых людей. Потому что был весной резкий всплеск гибели даже людей именно по этой причине. Когда 80 и более лет одиноко проживающие включают там электробытовые приборы, забывают, уходят в итоге пожар. И вот некоторые муниципальные образования, вот, например, Батаревский район, они практически с весны этого года начали обход, вот таких подворный обход таких граждан и проверка замеры изоляции в домах, жилых домах. И оказывают посильную помощь даже в замене этой электропроводки. Больших денег не стоит, но зато сохраняется и жизнь людей, и имущество. И, как следствие, меньше пожаров. Меньше пожаров, потому что, когда пожар возникает, не только один дом зачастую горит, а страдают и соседи. Это как и в сельской местах, так и в городской среде. Поэтому тут только таким образом, когда мы все вот как бы встанем на защиту, тогда можно получить результат. Ну и в конце лета обычно говорят про то, что купальный сезон заканчивается, да, и этот сезон купальный всегда связан с порой неосторожным поведением на воде. Вот как у нас обстоят дела в этом плане? Да, вроде погодные условия сегодня не такие уж летние, жаркие, купальные, но тем не менее, впереди еще несколько дней августа, сентябрь, тем более прогноз такой положительный по температурному режиму, поэтому нет-нет, да, люди все равно выходят на отдых, на природу, хотя вроде страда горячая, уборочная, но находят, находят. И вот нет-нет, у нас в неделю раз происходят несчастные случаи на воде и теряем людей, потому что на сегодня у нас 33 человека погибли уже на воде, есть снижение, в прошлом году было 44, но надо отметить, из 33 у нас 8 человек – это дети, а основная причина – дети купались без присмотра родителей, из 8 у нас 6 детей купались без присмотра. И в то же время они все погибли при купании в необорудованных местах, из 33 человек все 33 погибли в необорудованных местах. Хотя у нас в каждом муниципальном образовании, конечно, есть оборудованные места, особенно Чебоксары, Новочебоксар, Волга, все остальное. Но на каждой речке, на каждом пруду, ну, не в состоянии, конечно, органы власти оборудовать, но тем не менее, тем не менее, везде практически аншлаги предупреждают, что купание запрещено и все остальное. В этом году, вот и с июня месяца пошла тоже печальная статистика – это дети, выпавшие из окон. Это вот такого, я не знаю, может быть, раньше такое было, но вот именно сейчас начали об этом говорить. Количество несчастных случаев связано с падением с высот. Да, действительно, в этом году возросло оно резко. Здесь, наверное, причина главная – то, что сейчас мы в массовом порядке устанавливаем пластиковые окна, и, соответственно, москитные сетки. А москитные сетки, все прекрасно понимаем, это защита только от насекомых, если так выразиться. Там же абсолютно небольшое усилие, оно рвется, сетка рвется и абсолютно не защищает. Поэтому зачастую дети, у нас падение было и со второго этажа, и с десятого этажа. В основном дети возраст от двух до пяти лет, когда они очень любознательны, они еще чувство страха и настороженности у них практически… И уже научились лазить везде. Лазить научились, им все интересно, надо потрогать, надо полазить. И в итоге зачастую, когда даже бывают и родители дома, где-то кто-то на кухне, а ребенок там в другой комнате, или родители ушли, дети одни остались, малые залезают на подоконник, в итоге вот такие несчастные случаи. К сожалению, вот, наверное, все же средства массовой информации сыграли здесь свою роль. Практически с весны мы об этом говорим постоянно. В последнее время сейчас максимальное количество устанавливают блокираторы. Но эту работу надо продолжать. И каждый должен задуматься тоже, родители прежде всего, что безопасность – это здесь абсолютно в наших руках. Спасибо большое за участие в нашей беседе. Может быть, вы хотите обратиться к телезрителям? – Хотелось бы, конечно, всем обратиться, потому что безопасность, что во время пожаров, что на воде, что дорожно-транспортные, что вот связанные с высотными зданиями – это все как бы в наших руках. Мы сами обязаны защитить и себя, и окружающих, особенно своих детей. Поэтому хотелось бы, чтобы все прониклись чувством ответственности ко всем этим проблемам. – Спасибо большое за участие в беседе. Спасибо, что пришли к нам в студию. Надеюсь, что как можно меньше будет происходить таких несчастных случаев по вине взрослых. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях в интервью по существу был председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Чувашской республики Вениамин Петров. До свидания. – До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова